Какое количество теплоты потребуется для плавления свинца массой 200 грамм, взятого при температуре 17 градусов Цельсия? Для начала запишем наше условие. Масса свинца 200 грамм. Переведем систему Си в килограмм. Это 0,2 в килограмм. Начальная температура свинца это 27 градусов Цельсия. Температура плавления свинца это табличная влечная. Она равна 327 градусов Цельсия. Удельная теплоемкость свинца это также табличная влечина 130 джоул на килограмм и градус Цельсия. Удельная теплота плавления свинца табличная влечина это 24 на 10 в третий джоул на килограмм. Найти количество тепла. Ку неизвестно. Количество тепла при нагревании или охлаждении равняется Удельная теплоемкость вещества на массу вещества на изменение температуры на дельта Т. Количество тепла при плавлении равняется лямбда умножить на массу. Эти формулы нужно знать. Количество тепла которое необходимо для плавления нашего свинца будет складываться из количества тепла Ку нагревания плюс Ку плавления. Ку нагревания будет равняться удельная теплоемкость свинца на массу свинца на изменение температуры. Т плавления минус Т начальное. Q плавление будет равняться удельной теплоемкости плавления на массу свинца. Соберемся воедино. Подставим Q на огревание Q плавления в первое выражение. Тогда у нас получается, что количество тепла Q равняется удельной теплоемкости свинца на массу свинца на изменение температуры. Т плавления минус Т нулевое. Плюс плавление свинца. Это лямбль свинца на массу свинца. Вынесем общий множитель массу свинца. Тогда у нас получается, что Q равняется масса свинца умножить на скобку. От первого остается удельная теплоемкость свинца на температуру плавления минус Т начальное. Плюс удельная теплота плавления свинца. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда Q равняется. Посчитав, получаем, что количество тепла Q равняется 12600 джоуль. Переведем в килоджоуль. Это 12,6 кило джоуль. Запишем ответ. Количество тепла Q равна 12,6 кило джоуль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Продолжение следует...